Это операционный пара месяцев. В конце 2020-го здесь даже ломали стены, чтобы оборудовать помещение аппаратом нового поколения, полученного по федеральной программе здравоохранения. Огромные мониторы позволяют видеть сосуды больных настолько крупно, что врач легко может проследить их проходимость, при необходимости поставить стенд, а то и несколько, и даже предотвратить инфаркт. Правда, от начала боли в сердце до доставки в эту операционную должно пройти не более 90 минут. Если это время, то 90 минут от начала болевого происходит, то у пациента инфаркта не будет. И это очень важно, потому что тогда он не инвалидизируется. Получается, что эта атака, которая произошла, мы смогли ее поймать, остановить, восстановить кровоток и спасти пациента именно даже от болезни. Восемь лет назад такой аппарат в кардиоцентре был один, перегружен в три раза и часто ломался, говорит главный врач. Теперь ангиоаппаратов три. Новый и еще один используют для так называемых чистых больных. Сергей Заварзин из Барнаула поступил сюда по скорой спустя неделю, почти готов к выписке. Сходил в магазин, подошел к подъезду, боль за грудью. Немного потерпел, но до понедельника. Ну и вызвал скорую помощь. Привезли меня сюда. Все быстро сделали. Поставили стенд в реанимацию. Пролежал сутки в реанимации. И подняли в палату. Сергею поставили уже второй по счету стенд. И сейчас он отлично себя чувствует. К слову, в день здесь обследуют и лечат порядка пяти пациентов. В основном они поступают по скорой. Посмотреть сердце можно со всех сторон. Аппарат позволяет и видеорентгена сохранить в компьютере. Это стенд стоит. Это получается вы уже поставили? Его поставили в январе месяце. Сейчас мой бой стал чувствовать себя немножко хуже. Приехал к нам на контроль, мы повторили. Посмотрели, стоит проходить. Благодаря тому, что ангиокомплексов в кардиоцентре три, один из них работает сейчас в красной зоне диспансера. Там помогают кардиобольным, чье лечение осложнено коронавирусом. Очередей на обследовании нет. А вот рентгенхирургов порой не хватает. Поэтому сейчас здесь же обучают троих молодых ординаторов. Ведь в перспективе, когда все ограничения по COVID-19 будут сняты, число пациентов может значительно возрасти. А помощь им по-прежнему нужно будет оказывать максимально быстро. Татьяна Голубева, Николай Шелко. День с толком.